Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Китиса. Когда будешь считать, конечно, вначале идет речь о переписи населения, но невозможно обойти стороной основной момент нашей главы. Это история Золотого Тельца. Но, на мой взгляд, я думаю, что вы все знакомы с этой историей, чтобы понять по-настоящему, по крайней мере, для меня сегодня самый важный урок, который можно выучить из этой истории, нам нужно вернуться немножко раньше. Потому что, когда мы получаем Тору на горе Синай, Раши, основной комментатор Торы, комментируя это событие, использует, как ни странно, формулировку свадьбы, хупы, и говорит о том, что, так и используют, говорят многие наши мудрецы, что Всевышний — это жених, еврейский народ — это невеста, скрижали — это ктуба. Также Раша использует очень важное правило, которое упоминается еще в Вавилонском Талмуде, впервые в разделе Псахим, о том, что «эйн мукдам у мухарбы Тора» — нету раньше или позже в Торе. То есть технология не обязательно полностью соблюдается. И в нашей ситуации идет речь о том, что предыдущие главы, как и последующие, которые говорят о строительстве храма, были сказаны гораздо позже, когда эта история с Тельцом уже закончилась. А вот история Золотого Тельца происходит всего лишь 40 дней после Синайского откровения. Вот тена. Такой скандал ставит на паузу, точнее Всевышний ставит на паузу наши с ним отношения, пока опытная сваха, такая опытная сваха, как Муше, не налаживает наши взаимоотношения, жених нас прощает и дает нам подарок — великолепный храм. Но интересно, что когда Всевышний, подводя итог всей этой саги Золотого Тельца и наших ранних семейных отношений, не обращает внимания на сам факт греха. Нет, он не говорит о том, что я этого никогда не забуду. Скорее, как в старом анекдоте, ложечки нашлись, но осадочек остался. Или точнее Всевышний смотрит на наши говорили и говорит, я вижу, это народ жестоковыйный, и с этим, ему, с этим, с нами жить. Именно такое отношение к Всевышнему, к этому скандалу Золотого Тельца ложится в основу целого сегмента учения в иудаизме, целого направления, которое называется мусар, учение морали, где вся цель — это работать над своими качествами характера, исправлять их. Основатель этого движения, Рабисароль Салантер, говорит о том, что исправить даже маленькую черту характера — это гораздо сложнее, чем выучить весь Вавилонский Талмуд. Да, конечно же, это не просто меняться, но точно так же и в семейных отношениях. Когда мы приходим в эти отношения как два партнера, мы, естественно, приходим с багажом нашего характера, и только от того, как в этот период адаптации двух личностей мы сможем меняться ради своего возлюбленного или возлюбной, только это определяет, насколько сильной будет наша любовь. Всевышний не обращает внимания на факт греха или на его контент, он указывает нам, что он хочет, чтобы мы изменили, изменили наше упрямство и жестоковыность. Да, это, конечно же, очень тяжело, но, как говорится, или на что вы готовы ради любви. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok